381 день войны и сегодняшняя ночь была отмечена небывало сильными ударами по Бейруту. Израиль разрушал финансовую империю Хизбаллы. Идет параллельно два процесса. Уничтожают ее военную составляющую и уничтожили сегодня ее финансовую. Ну, во всяком случае, сильно повредили. Кроме этого выяснилось то, что было и так ясно всем, но это подтвердилось. Из допросов пленных боевиков стало понятно, что военнослужащие миротворческих сил ООН в Ливане и Юнифил за деньги помогали террористам Хизбаллы. Просто брали у них взятки и за это оказывали им всяческое содействие. Кроме этого, американцы передают Израилю крупный пакет военной помощи свыше 5 миллиардов долларов. Он вне очередной. Он идет вне как бы вот этого стандартного пакета, десятилетнего пакета военной помощи. Об этих и других новостях мы сейчас с вами поговорим в очередной сводке. Всем привет! Меня зовут Сергей Услендер. Вы на моем канале. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать видео. Реагируйте на них лайком. Подписывайтесь на канал. Алгоритмы очень любят, когда подписываются прямо в момент просмотра. Оставляйте комментарии. Включайте уведомления. Колокольчик нажмите. Это нужно сделать один раз и больше этого делать уже не надо будет. Финансовая помощь тоже очень приветствуется. Кнопка супер спасибо, супер thanks или сердечко с долларом. Две платформы Boosty и Patreon. Ссылки на них находятся в описании и можно стать спонсором канала на YouTube. Все это очень важно, нужно, полезно и огромное спасибо всем, кто это делает. Сначала маленькое объявление. 6 ноября в 19.00 в артфабрике в Тель-Авиве будет моя встреча с читателями и подписчиками. Желающих приглашаю, милости прошу, пожалуйста, приходите. Там была уже, кстати, ну там немножко по другому адресу артфабрика располагалась, но не суть. В общем, там была, была очень успешная, много народу было. Там же можно будет приобрести мои книги с автографом, разумеется. Ссылка на покупку билетов на адрес и вот на само вот как бы описание ивента будет лежать в описании к этому видео. Итак, после какого-то перерыва, действительно был некоторый такой, что ли, перерыв, когда удары по Бейруту почти не наносились. Наносились по другим там частям Ливана, но вот сегодняшняя ночь была очень-очень такой бурной, очень такой яркой, я бы сказал, как это не прозвучит ужасно. Тем не менее, ВВС Израиля усиленно бомбили Бейрут и усиленно бомбили в том числе и другие районы Ливана. Удары были в основном направлены против финансовых учреждений сети Аль-Карт-Аль-Хасан. Это такая финансовая империя, созданная Хизбалой для того, чтобы финансировать свою же собственную деятельность. Ну и сейчас мы как бы расскажем об этом, но заранее Израиль предупредил, что удары будут наноситься по таким-то объектам. Из южных пригородов Бейрута произошла такая массовая эвакуация населения, потому что там в основном располагались эти учреждения, там порядка 35 таких вот финансовых, что ли, я даже не знаю, как это правильно назвать, я сейчас расскажу, и вы поймете, почему. Условных таких отделений этой организации, все они были уничтожены, разбомблены, очень серьезный был нанесен ущерб, и как считают в Израиле, это сильно подорвет способность Хизбаллы финансировать саму себя. Есть такое заблуждение, на Западе в частности, о том, что Хизбалла или тот же Хамас, это вот такие борцы за свободу, те Палестины, те Ливана, и вот такие бессеребреники, которые борются с сионистскими агрессорами, оккупантами и так далее. Да хрен там. Это финансовые империи, еще раз повторяю, с гигантскими оборотами, измеряемыми миллиардами долларов, если не десятками миллиардов. Основой доходов которых служит либо финансирование Ирана, либо торговля наркотиками, в частности, как это происходит с Хизбаллой. Так что это очень и очень серьезные такие вещи, и поэтому Израиль, в конце концов, вынужден был это сделать. Потому что не подорвешь финансовую составляющую террористов, они восстановятся рано или поздно. Итак, что такое Алькарт Аль-Хасан? Это не совсем банк, точнее говоря, совсем не банк. Это финансовая такая сеть, которая была создана Хизбаллой в 82-м году. И изначально она как бы строилась как благотворительная организация, которая беспроцентные кредиты предоставляет нуждающимся по законам шариата. То есть в обмен на залог или гарантии от каких-то поручителей. Вот эта вот система и эта услуга стала очень востребованной среди шиитского населения Ливана и в том числе укрепила популярность. Реально туда можно было прийти как в кассу взаимопомощи и, соответственно, взять там какую-то суду беспроцентную и так далее. Все это вот по исламским таким традициям шиитским делалось. С 82-го по 2024-й, соответственно, год прошло уже больше 40 лет и Аль-Карт Аль-Хасан вырос в такую финансовую империю. 35 филиалов по всему Ливану. Больше половины из них расположены в Ливане. В 2007-м году еще американцы ввели санкции против этой организации. Хотя санкции плохо помогают против такого рода организаций, которые не оперируют вот в виртуальном пространстве. Там в ходу наличные, там в ходу золото, там в ходу физические расписки бумаги, не какие-нибудь там электронные и прочие вещи. Там в ходу курьеры с чемоданами денег. Вот так это работало. Обслуживала Аль-Карт Аль-Хасан в первую очередь, конечно, террористов Хизбаллы, боевиков Хизбаллы. Через эту организацию Хизбалла и управляла своими активами финансовыми, в том числе наличными и золотом. Потому что террористы, как показал, удар по бункеру насрал, где сгорело огромное количество наличных. И порядка 700 фунтов золота там только расплавилось от этого удара. Так вот, это показывает, что они любят оперировать именно наличными. Через нее выплачивались зарплаты боевикам. Через нее проводилось финансирование. Через нее поступало финансирование от Ирана. Иранский банк не переводил деньги в банки Ливана. Это все делалось через Аль-Карт Аль-Хасан. Он никогда не был подключен никаким международным вот этой системой, никаким международным там системам, вроде свифта какого-нибудь там банковским системам и так далее. Поскольку значительная часть экономики Хизбаллы была построена на иранском финансировании, то происходило это в последующей схеме. Деньги поступали в Сирию. Оттуда тупо в чемоданах или ящиках перевозились в Ливан и распределялись по вот этим вот филиалам Аль-Карт Аль-Хасана. Вот буквально. И дальше они поступали в оборот. На них там закупалось оружие, на них нанимались боевики, оплачивались строительные работы, оплачивались социальные проекты, которыми тоже занималась Хизбалла, там какие-то школы, медресе, строительство там и строительство укреплений в том числе. Надо понимать, что на сегодняшний день Хизбалла была крупнейшим работодателем в Ливане. Крупнейшим. Которая оплачивала не только от террористов, которые держали в руках оружие, но и другие различные проекты. И вот люди получали зарплату в том числе через филиалы вот этой вот финансовой сети. Ну он вообще считается банком, у них называются. Банк Аль-Карт Аль-Хасан. Хотя он не совсем банк в таком привычном для нас понимании слова. И вот сейчас Израиль намерен нанести непоправимый ущерб этой финансовой системе. Еще надо упомянуть, что Хизбалла очень активно участвовала в производстве запрещенных веществ. Вот это слово, которое мы запикали в предыдущей, так сказать, части, его нельзя употреблять сейчас, потому что очень плохо стал YouTube относиться к упоминанию этого слова. Поэтому я буду употреблять этот дурацкий термин запрещенные вещества. Так вот, Хизбалла в долине Бека. Это известно было еще со времен до Первой Ливанской войны. Активно занималась выращиванием запрещенных веществ. И участвовала активно в распределении каптагона, так называемого, запрещенного вещества, которое производит сирийский режим. Сирийский режим на сегодняшний день крупнейший производитель этого препарата. Десятки миллиардов долларов. И Хизбалла была одним из участников этой схемы. Второй по величине источник финансирования Хизбаллы это производство и реализация запрещенных веществ. Надо сказать, что, например, средняя зарплата рядового террориста в Хизбалле составляла примерно 500 долларов в месяц. Это много. По ливанским меркам это большие деньги. Это, конечно, не израильские зарплаты, но тем не менее. Это приличные деньги для Ливана. И учитывая, как вообще в арабском обществе строится распределение доходов, там человек, получающий стабильную, приличную по местным меркам зарплату, содержит не одного-двух человек, как принято в западных обществах, а там 10-15 условно. Поэтому, вот еще раз говорю, эта финансовая империя позволяла существовать там половине, ну не половине, но я так полагаю, третье население Ливана уж точно. Кроме этого, нанесли удар по офису телеканала Альманар. Он был, он, это телеканал Хизбаллы, собственно, да, он там как бы, пишут, что он не аффилирован, не аффилирован, он ей принадлежит. И вот его здание разбомблено тоже, то есть Израиль занимается сейчас еще и борьбой, как бы с пропагандой, которой занималась Хизбалла, поскольку Альманар вещал и транслировал свои программы, там свою пропаганду не только в Ливане, но его даже в Израиле можно было поймать, кстати, на севере он ловился там эфирным способом, тем не менее он ловился, но еще в интернете есть там YouTube и прочие дела, хотя периодически YouTube его банил по просьбе Израиля, но они там перескакивали как бы на другие аккаунты и продолжали свое вещание. Вообще, Аль-Арабия, это саудовский телеканал, пишет, что ущерб вот на данный момент Ливану примерно вдвое больше, чем после Второй Ливанской войны, чем в ходе Второй Ливанской войны, хотя считалось, тогда Израиль нанес тяжелый ущерб Ливану, но сейчас вот уже в два раза больше. Я не знаю, как Аль-Арабия его считает и так далее, но это очевидно, что ущерб будет чудовищным, что реально ущерб будет очень сильным. Сейчас на севере, точнее на нашем севере, на юге Ливана, в южном Ливане, Цахал взрывает целые деревни буквально. То есть там вот взорвали одну из деревень, взрывали-то не деревню, а базу, огромную базу спецназа Радуан, которая располагалась под этой деревней целиком. То есть деревня целиком накрывала собой эту базу. Но там не было гражданских, они оттуда полностью эвакуировались, и вот чтобы взорвать этот подземный укрепрайон, это даже базой не назовешь. Там мог разместиться с комфортом целый батальон с техникой, ну с легкой техникой имеется в виду, и вот ее взорвали и полностью уничтожили. Чтобы это взорвать, нужно было разрушить эту деревню. Ну а куда деваться-то? Что делать? Сколько бомб надо сбросить, чтобы обрушить эти сооружения подземные? 100 тонн взрывчатки только потратил Израиль на то, чтобы вот это уничтожить. Да, ущерб будет гигантский, спору нет, но в конце концов не мы начали эту войну. Израиль предупреждал в течение целого года, до того, как началась активная фаза операции, Израиль предупреждал, Ливан уедет в каменный век, мы разрушим Ливан, мы не хотим этого делать, но пожалуйста сделайте что-нибудь. Резолюция 17.01, пусть Хизбалла отойдет за летание, прекратите нас обстрелить. Целый год талдычили, целый год об этом говорили, да, мы нанесем непоправимый ущерб этой стране, мы не хотим воевать с Ливаном, мы не хотим его разрушать, мы не хотим, ну пожалуйста сделайте кто-нибудь что-нибудь, никто ничего не делал, да, все там ржали, что сионисты значит огребают на севере и так далее, а вот часто уже наверное и не смешно, поэтому Ливан-то потом восстановит, вот, главное чтобы не восстановилась Хизбалла, Израиль сейчас фактически занимается тем, что выполняет резолюцию 17.01, вот сейчас приехал Амас Хохштейн, да, это американский посредник, спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку, и встречался с Наджибом Микати, это исполняющий обязанности премьер-министра Ливана, и Микати ему сказал, Хизбалла готова выполнить резолюцию 17.01, и мне стало любопытно, а кто ему об этом сообщил, из руководства Хизбаллы, если вот насралы отсчитывать и вниз по вот этой их пирамиде, там до 50 первых лиц все уничтожены, кто ему об этом сообщил, рядовые боевики в Ливане, они не могут сообщить, они сейчас либо убиты, либо сбежали, либо там еще пытаются как-то сопротивляться, либо в плен попадают к израильской армии, да, кто ему об этом сообщил, и каким образом это все будет, кто это будет контролировать. Миротворцы ООН, вот тут мы переходим ко второй теме нашего выпуска. Так вот, пленные боевики сейчас начинают поступать как бы из Ливана пленные, они все чаще сдаются в плен, потому что никому там неохота подыхать, на самом деле, ну за исключением там конченых каких-то фанатиков, они начинают активно давать показания, потому что жить охота, а может потом поменяют на кого-нибудь, а может не знаю, что-нибудь еще. И из их допросов и показаний выясняется поразительная совершенно, но абсолютно неудивительная картина. Выясняется, что Хизбалла платила военнослужащим сил Юнифил за то, чтобы те закрывали глаза на ее деятельность. Да, вот мы показывали в одном из предыдущих выпусков туннель Хизбаллы, вход в туннель 50 метров до поста ООН. Выкопать его так, чтобы там этого не видели, ну было просто невозможно. Вот нереально. И вот эта внезапная слепота и глухота, она не внезапная, она происходила на протяжении десятков лет, от которой страдали, значит, военнослужащие Юнифил, оказалось, что она просто была оплачена, их тупо банально купили. Хизбалла им платила за то, чтобы они не обращали внимания на ее, на создание террористической инфраструктуры. Раз. Чтобы Хизбалла могла пользоваться их позициями для перемещения. Два. И чтобы они служили ей живым счетом. Три. Все как бы очень просто, банально и вообще элементарно. Их просто тупо купили. Вот и все. Кроме того, Юнифил установила целую сеть камер в Южном Ливане для того, чтобы вот обеспечивать свою работу. И все за те же деньги, я полагаю, речь шла о ненавистных американских долларах, разумеется. Хизбалла получила доступ к этим камерам. Откуда взялись эти многочисленные видео, как ракеты Хизбаллы летят и попадают в дома на израильской стороне. В Метуле, в Монаре, в Маргалиот, в этих населенных пунктах. Вот они с этих камер и взялись. Их бесстрастно совершенно фиксировали камеры Юнифил. Хизбалла потом их использовала в своих пропагандистских роликах. Поэтому у нас, насколько я вам напомню, да, я, точнее, я вам напомню о том, что Гутерриш у нас персона Нонград, он сюда приехать не может. Путь валит на саммит Брикс, если ему охота там с людоедами пообщаться. Но у нас вообще как-то вот надо сказать, что внешнеполитическое ведомство наше как-то так подозверело слегка, да, и начало прямо вот какие-то решительные действия предпринимать. В частности, сейчас по поводу Макрона. Вот пишет Кац, это наш министр иностранных дел, о том, что я дал указание МИД принять юридические и дипломатические меры против решения президента Франции Макрона помершать израильским компаниям представить свою продукцию на ярмарке Евронавол в Париже в будущем месяце. Там очередная оружейная выставка и французы хотят запретить израильским компаниям. Полгода назад была такая история с выставкой Евросатери, я напомню, да. Совершенно дебильная, причем схематоз у них такой. Они запрещают израильским компаниям участвовать, при том, что израильские компании участвуют не только напрямую, но и путем сотрудничества там, скажем, с французскими и европейскими компаниями. Вот. Кто-то из участников выставки подает в суд на решение правительства и решение организаторов оружейной выставки, потому что, ну как бы, как там в решении сказано, нельзя, значит, пускать туда израильских производителей оружие, а все элементы, которые произведены в Израиле, завесить, значит, шторочками. И вот стоит какое-нибудь изделие красивое и половина его шторочкой завешена. Это же бред какой-то. Ну прям натуральный же бред. И подает в суд производитель. Суд разрешает участвовать израильским компаниям, но пока суд доделал, все это время занимает, выставка уже и закончилась. И таким образом французы, значит, вроде как это. И на елку влезли и ничего себе не поцарапали, да. Вроде как и запретили израильтянам и выполнили решение суда, а потом разрешили. Бред, конечно, абсолютный, полный. Но с другой стороны есть масса площадок в мире, в конце концов. Там та же сингапурская выставка оружейная, которая уже постепенно начинает перетягивать на себя одеяло самого популярного оружейного форума в мире. В конце концов это закончится тем, что да, все будут ездить, а на французов все положат с прибором буквально. Генеральный директор Министерства обороны Израиля и заместитель министра обороны США по закупкам обменялись документами, в которых говорится о том, что израильтяне могут начинать использовать пакет в 5.2 миллиарда долларов, 5 миллиардов 200 миллионов, который будет выделен, вне очереди выделен Израиль. Скажем так, это надо подчеркнуть не стандартная военная помощь 3.8 миллиарда каждый год в рамках 10-летнего пакета, а это внеочередная. Пойдет она, вот как следует из этих документов, на закупку новых батарей систем противоракетной и противовоздушной обороны, проща Давида железный купол, восстановление запасов ракет-перехватчиков для комплексов ХЭЦ и комплекса железный купол в том числе, и на ускоренное производство системы световой щит, лазерной системы. Что касается, лазерная система, она готова. Она должна была быть запущена в 25-м году и поставлена на боевое дежурство. Она готова, она прошла испытания, но проблема же не только в том, чтобы создать и испытать систему, же надо произвести эту систему, физически сделать комплексы эти, много их наделать. И вот на производство этой системы американцы тоже выделяют нам деньги. Они, понятное дело, потом тоже получат доступ к этим технологиям, а возможно тоже купят эту систему, потом, когда уже не будет в ней такой нужды. Комплексы ТААД развернуты в Израиле, все несколько батарей развернуты на наиболее угрожаемых направлениях, хотя у нас тут одно сплошное угрожаемое направление. Это все к вопросу об ответном израильском ударе. Когда этот удар произойдет, меня частенько спрашивают, от друзей, знакомых, родственников до подписчиков пишут мне, когда это случится, не знаю, еще раз повторяю. Когда сойдутся все переменные в одну точку, когда израильское правительство примет решение, что вот все, сегодня наносим удар или там завтра наносим удар, день Д плюс один и так далее, вот тогда и, собственно, это и произойдет. К этому, в общем, плюс-минус все готово. Вот та самая пресловутая утечка, я внимательно почитал эти скрины, которые вот некто слил иранцам, которые выложили в сеть, так вот из этих скринов ничего такого не следует. Сам факт утечки плохо, есть какая-то дыра в системе безопасности, дыра в секретности, но содержание этих скринов ничего там такого нет катастрофического. Даже если бы там были плюсики стояли на карте, какие объекты будут бомбить, иранцы не смогут отбить этот удар. У них нет ВВС, у них нет ПВО, у них нет таких возможностей. Поэтому, короче говоря, эта история неприятная, но не смертельная. И я не думаю, что она каким-то образом повлияет на решимость Израиля нанести ответный удар. На это еще наслоилось покушение на Нитаньягу, вот попытка атака его резиденции беспилотникам. На это наслоилось усиление обстрелов сейчас, да. У нас Хизбалла так довольно существенно усилила обстрелы севера. Только что вот перед тем, как мы начали записывать это видео, был такой довольно мощный обстрел. Галилея, в том числе Хайфа и ее окрестности. У нас там погибший есть в Акку, погиб там парень, 51 год. Он репатриант из Украины. Вдруг оказалось, у нас с ним масса общих знакомых, масса людей, которых я прекрасно знаю. Его знаем, может даже мы встречались с ним когда-то в этой жизни, но я просто не могу его припомнить. И в общем и целом, короче говоря, требуется такая хорошая взбучка, вздрючка для Ирана, чтобы они наконец поняли вообще, как бывает больно. Надо полностью изменить формулу на Ближнем Востоке. Итог этой войны, вот одна из картинок победы должна выглядеть так. Ты напал на евреев и ты сделал евреям больно. Ты должен увидеть, что по итогам этой войны, что с тобой будет, если ты это сделаешь. Случилось 7 октября, да, и нет больше Хамаса, и нет больше сектора Газа. Случилась там атака на Севере, нет больше Хизбаллы и пол Ливана лежит в руинах. Вот так это должно выглядеть. К сожалению, находимся в таком регионе, где на первом месте сила, на втором сила, на третьем сила, а дальше уже начинаются там переговоры, уговоры и всякого рода мирные соглашения. Любому мирному соглашению на Ближнем Востоке должен предшествовать такой удар, от которого противник не сразу поднимается. Вот такое мое мнение. Что касается Газы, все-таки имеет смысл упомянуть под конец то, с чего все начиналось. Там, конечно, такая очень плохая новость. Это погиб полковник Дакса, Ахсан Дакса, он друз, он из друзской общины. Он был командиром 401-й танковой бригады. Это такое прославленное соединение. Танковая, которая воюет вот с первого дня войны и по сей день, вот он, к сожалению, погиб в Газе. И в целом там обстановка, в общем и целом, такая интенсивность низкая. Можно еще ее снизить, в принципе. И сейчас вот в правительстве активно обсуждают вопрос о том, что делать с Газой, кому делегировать эти полномочия для того, чтобы там управлять этим сектором газа и так далее. Обсуждаются, обсуждаются вопросы. В общем, раньше надо было их обсуждать и быстрее в этом смысле пошевеливаться. Но, судя по всему, вот такое у меня есть ощущение, склоняются к плану Айленда. Это Геор Айленд, генерал, который предложил сделать на севере такую буферную зону. То есть вся территория северной части сектора газа будет зачищена. Люди оттуда будут выселены на юг, там туда переселены, а там все будет пустое пространство. В общем, ничего не будет и будет сплошная буферная зона. Такова будет цена, которую Хамас заплатит за нападение на Израиль 7 октября. Ну, опять же, посмотрим, насколько это все будет принято. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. И увидимся с вами в ближайшее время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok